Смоленская АЭС На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3147 МВт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 30 дней ноября составила более 2,1 млрд кВт-ч, что превышает плановое задание на 788 млн. С начала года выработано более 19,6 млрд кВт-ч, сверх плана – более 2,1 млрд кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Инженер реакторного цеха Сергей Прудников, инженер отдела охраны окружающей среды Виталий Макаров и специалист управления информацией Юлия Леонова стали победителями второго этапа дивизионального конкурса «Энергия молодых». «Энергия молодых» – профессиональный и творческий конкурс, организованный концерном «Росэнергоатом». Главная его цель – раскрыть многогранные таланты молодых специалистов, дать возможность для самореализации и карьерного роста. Конкурс проводится по двум номинациям – «Восходящая звезда» и «Молодой лидер». Для участия в нём заявились 11 молодых профессионалов Смоленской станции. Экспертная комиссия под председательством заместителя директора Анатолия Терлецкого выбрала 6 претендентов на победу, по 3 в каждой номинации. Решающим испытанием для конкурсантов стало очное выступление перед жюри с презентациями о себе и своих достижениях за прошедший год. Оценивались результаты производственной деятельности, достижения в конкурсах профмастерства, участия в ПСР-движении, конференциях, общественной жизни предприятия и Атомграда. В номинации «Восходящая звезда» победу разделили Виталий Макаров и Юлия Леонова. У обоих стаж работы на Смоленской АЭС – один год. Охрана окружающей среды для меня не просто работа, это мое призвание. Я хочу посвятить этому всю свою жизнь и приложу все свои усилия, чтобы сохранить уникальную природу Смоленской области, России и обеспечить экологическую безопасность Смоленской АЭС. Мы имеем огромную возможность развиваться и самореализовываться благодаря нашему работодателю, начиная от библиотеки электронных книг, курсов, заканчивая конкурсами, профмастерства и конкурсов, в которых мы можем реализовать себя и рассказать о себе как о личностях. Бесспорным молодым лидером жюри признала инженера реакторного цеха Сергея Прудникова. Его стаж работы на Смоленской АЭС – 7 лет. Сергей уверен, чтобы добиться высоких жизненных целей, недостаточно просто учиться в институте. Нужно быть активным, проявлять инициативу, постоянно развиваться и сам следует этим правилам. На своем примере могу откровенно сказать, что для каждого работника есть большие возможности. Поэтому верьте в себя, не упустите свой шанс, участвуйте во всех мероприятиях, которые организовывает концерн «Росэнергоатом», весь «Росатом». Подключайтесь к нашему движению. Я думаю, успех не за горами, все в наших руках. Впереди у лидеров конкурса дивизиональный этап состязания, где они будут бороться за звание победителей среди коллег с других АЭС. Вокалисты Смоленской АЭС стали победителями музыкального онлайн-фестиваля концерна «Росэнергоатом» «Вокальная эстафета-2020». Главная награда – гран-при конкурса, а также возможность записать свой собственный альбом достались Ирине Дедышко. Лучшим в номинации «Академический вокал» стал Сергей Полищук. В номинации «Народный вокал» в «Тройку лидеров» также вошли Елена Ткачева, Андрей Моисеев и Елена Спасова. Фестиваль, посвященный 75-летию атомной промышленности, представлял собой музыкальную эстафету, которая передавалась от одной АЭС в другой. Съемочная группа посетила 9 городов и записала видеосюжеты 80 выступлений участников. За них на сайте проекта могли проголосовать зрители фестиваля, а в финале творческие композиции оценивала экспертная жюри. Десногорские артисты показали удивительный исполнительский талант в самых разных жанровых направлениях, дополнив его блестящим актерским мастерством и неповторимой душевностью. Как всегда, участие в конкурсах волнительно, но здорово, что все-таки этот конкурс до нас доехал, потому что мы очень переживали, что и он тоже отменится в этот нелегкий год. Культурный уровень музыкальный. Триумф наших коллег на вокальной эстафете 2020 – это достойное признание их вокального мастерства, творческого развития и любви к песне. А еще это заслуга замечательных наставников и руководителей творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации Смоленской АЭС, которые помогают открывать новые грани таланта атомщиков. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok